Библейский сюжет Завет обнаруживает пересечение тем жертвы и завета. На предыдущих занятиях мы это уже наблюдали. Завет определяется как отношение, основанное на обетовании, скрепленное жертвоприношением, которое, в свою очередь, предполагает пролитие крови. Отношение, основанное на обетовании, скрепленное жертвоприношением, которое предполагает пролитие крови. Подтверждением этому слышит уже первое упоминание завета в Писании, когда Бог поставил завет с Ноем. Вспомните обетование, данное Богом Ною в Бытие 6.18, «Но с тобой я поставлю завет мой», то есть вступлю с тобой, Ной, в заветное отношение. Затем уже после потопа, если сравнить Бытие 6.18 и Бытие 8.20-22, и это буквально в качестве напоминания, так как данный материал мы уже проходили. Итак, после потопа, Ной устраивает жертвенник и приносит Богу жертву, жертву всесожжения. А жертва всесожжения в Ветхом Завете – это символ посвященности, полной отдачи себя Богу. В этом случае жертвенное животное сжигалось целиком, без остатка. Это был акт посвящения. Таков был ответ Ноя на Божий промысел о нем и о его семье, на то, что Бог сохранил их во время потопа. Далее, обетование и завет, о которых говорится в Бытие 6.18, находят дополнительное подтверждение в Бытие 9.8-11, период после потопа. Таким образом, завет Бога с Ноем оказывается взаимосвязанным с принесением Ноем жертвы Богу. Завет, который должен был стать прочным основанием, своего рода платформой для дальнейшего развития истории спасения. И, конечно, ключевой фигурой в этой истории спасения является Авраам. Еще одно свидетельство уже упомянутой взаимосвязи или, иначе, взаимосвязанности понятий «завет» и «жертва». Достаточно вспомнить обетование, данное Аврааму в Бытие 12, стихе 1-3. Это один из важнейших текстов Священного Писания. Бытие 12, 1-3. «Возвеличу имя, произведу великий народ, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». И потом данное обетование закрепляется, облекается в форму Завета. В Бытие 15, стихах с 8-го по 21-й. При этом жертвоприношение снова сопровождается пролитием крови, крови животного, так же, как в случае с принесением жертвы Богу, ноем. В развитии событий уже за пределами Эдемского сада мы наблюдаем одну тенденцию. Заключение Завета сопровождается жертвоприношением, пролитием крови жертвенного животного. Взаимосвязь налицо. Еще более очевидной, она становится на фоне истории непосредственно народа израильского. Таким образом, от раздела «Жертва и Завет» мы переходим к разделу «Жертва и Израиль». Мне вспоминается Еврейская Пасха, описанная в Исходе 12. Еврейская Пасха, Исход 12. «Задумайтесь о совокупности всех этих казней и поражу, — говорит Господь, — всякого первенца в земле египетской за жестокосердие фараона, за его непокорность, за его упрямство. Но дома сынов Израилевых Бог сохранит от поражения. Но для этого им нужно заколоть агнца и помазать перекладину и оба косяка дверей кровью, дабы во время поражения Египта первенцы израильтян остались живыми и невредимыми. Это наказание их обойдет, оно их не коснется, чего нельзя сказать о домах египтян, где будут истреблены все первенцы. При этом истребление всех египетских первенцев — это как раз то, что в самом начале книги «Исход» фараон повелел делать повивальным бабкам. «Если у израильтянки будет сын, то умерщвляйте его». Любого израильтянина. Итак, это кульминационная казнь, предусматривающая заклание агнца, пасхального агнца. Как вам хорошо известно, фараон действительно отпустил израильтян, по крайней мере, в тот момент. За этим следуют выдающиеся события перехода народа Божьего через Красное море, в водах которого при этом утонуло преследовавшее его войско фараонова. После этого, через Моисея, как посредника в осуществлении завета, Бог приводит свой народ к себе у горы Синай, и там заключает с ними завет, который, если вы помните, носит характер сюзеренского соглашения. Бог, как господин сюзерен, вступает в отношения с Израилем, вассалом, на которого возлагаются определенные обязательства. И этот завет скрепляется жертвоприношением. Исход 24, 1-8. Зачитаю этот отрывок вслух. Исход 24, 1-8. И Моисею сказал он, «Взойди Господу ты и Аарон, надав Иавиуд, и семьдесят из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали, «Все, что сказал Господь, сделаем». Последующая история аннулирует это заявление. «И написал Моисей все слова Господни, и встав рано поутру, поставил под горой жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения и заклали тельцо в мирную жертву Господу». О характере всех жертвоприношений мы еще поговорим. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу Завета и прочитал вслух народу. И сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Книга Завета, по-видимому, включала в себя главы с двадцать первой по двадцать третью. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, «Вот кровь Завета, которой Господь заключил с вами о всех словах сих». Кровь Завета. Таким образом, заключение подобного Завета скреплялось жертвоприношением, пролитием крови. И как поступил Бог? Он, так сказать, встроил различные праздники в повседневную жизнь еврейского народа. Праздники, особые дни, которые были призваны напоминать народу израильскому о его освобождении от египетского рабства, а также о Божьем обетовании земли для этого народа, где течет молоко и мед. Так появился праздник Пасхи, который, в частности, служил Израилю напоминанием об Исходе. Были у народа Божьего и другие праздники. Праздники, напоминавшие ему о даре земле обетованной. Праздник жатвы и праздник Кущей. Праздник Кущей. Они, в свою очередь, были установлены в память о странстве Божьего народа из Египта в землю обетованную. Пасха, в дни которой предписывается есть опресники, отмечается примерно в марте-апреле, в зависимости от Новолуния. Это время воспоминаний об освобождении от египетского рабства. Праздник урожая, когда евреи должны были вознести Господу начатки урожая пшеницы, отмечался в мае или июне в знак благодарности Богу за дарованную им своему народу плодородную землю. Еще один праздник, праздник Кущей, отмечался по окончании сбора оливок и винограда. В сентябре или октябре, в сентябре или октябре, в воспоминании не только о плодородной земле, но и о том времени, которое евреи провели в пустыне, о времени их странствований. Бог, если можно так выразиться, вписывает в повседневную жизнь своего народа моменты воспоминаний. Божьему народу предписывается вспоминать своего Бога, Его спасение, Его благотворение, Его щедрость. Когда же дело доходит до самой процедуры жертвоприношения, то возникает вопрос, кто будет ее выполнять. И это выводит нас на тему священства и жертвы, которая обозначена в ваших конспектах. Видеосеминария ТВС Благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok